всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами приготовим баклажаны по-корейски баклажаны давно не делала в этом году вообще еще ни разу не делал поэтому мы с вами обязательно сделаем и так что нам нужно с вами 2 килограмма самих баклажан 6 штук болгарского перца лучше конечно интереснее и красивее будет если он у вас разноцветный зеленый желтый к оранжевый красный даже может быть черный бывает и такой 3 луковицы репчатого таких побольше и три крупных морковки у меня крупные не вытащились вот таких у меня 5 помельче что нам с вами нужно сделать в первую очередь нам с вами нужно заняться баклажанами мы с вами должны их сейчас бланшировать 10 минут что такое бланшировка это мы с вами будем давать кипятком то есть допустим в кастрюльке или в чайнике вскипятим воду вот прям вот здесь в этой таре я буду обливать их кипящей водой налили кипящей воды и 10 минут они у вас пусть бланшируются меня вскипел чайник теперь я буду обливать мои баклажанчики синенькие фиолетовый обливаем не жалеем вот у меня весь чайник ушел на это и теперь 10 минут они так полежат у нас с вами с вами прошло 10 минут ведь они цвет поменяли стали таки слегка коричневатые значит они у нас с вами пробланшировались теперь мы с вами берем тарелку по крайней мере я беру тарелку может вы как-то по-другому это делать накрываю их и ставлю под гнет у меня бутылка почти 5 литровая чуть-чуть там от не хватает кто-то делает трехлитровую банку раньше я помню у меня мама делал вообще камень громадный клал вложила я делаю так в данный момент потому что у меня сейчас есть такая большая канистра воды и оставляем с вами так на целый час за это время нам с вами нужно нашинковать перец то есть почистили нашинковали соломкой далее нашинковали лук морковку натерли на крупной терке за это за этот час еще нам с вами нужно для заправки будет почистить головку чеснока мы с вами порезали вот так баклажаны такими брусочками такими полосками брусочками как хотите добавляем теперь овощи лук порезанный морковку на терке на крупный и перец болгарский такая красота у нас получается теперь нам с вами нужно все это перемешать теперь мы с вами когда раз все размешали я вот размешивала руками потому что ложка нереально теперь мы с вами должны сделать заправку то есть основное это заправка в этом блюде поэтому мы добавляем вот я порезала вот так головку чеснока 4 столовых ложки сахара по всему таков сразу рассыпайте чтоб легче было перемешивать но соль и сахар вы все равно регулируете потому что у каждого свои вкус поэтому кому то может быть не хватать или соли или сахара так что а когда будете размешивать варить пробуйте и добавляйте ничего страшного так сахар прибавили 2 чайной ложки соли так дальше что у нас идет одна чайная ложка черного молотого перца вот у меня вот столько я не совсем целую потому что у меня дети еще ведется все мои закрутки теперь нам нужно прибавить свои приправы для корейской моркови у меня не острая вы можете прибавить острую кто любит вот сильно вот так знаете вот ядреную такую но я говорю у меня едят дети поэтому я добавляю не острым добавляем 2 чайных ложки такая вот красота получается еще пахнет просто замечательно добавляем 150 миллилитров подсолнечного масла и 150 миллилитров девяти процентного уксуса создавая теперь нам нужно с вами все это тщательно перемешать когда мы с вами все это размешали берем банки и накладываем на в наши с вами овощи плотно-плотно набивая банку крышку прикрываем не закрываем а прикрываем и стерилизуем по желанию еще можно добавить зелени забыл сказать в рецепте конечно этого нет и мы иногда не добавляем если нет зелени в этом много петрушки поэтому так как мы любим зелень я ее добавила а вы как хотите можете добавлять можете нет можете укроп кинзу что угодно так вот я все разложила у меня получилось 6 700 граммов их банок такая красота пахнет вообще смотрите как красиво все там и сок даже вот я бы старую наверно съела так пахнет вкусно вообще обалдеть так теперь мы с вами станем стерилизовать на 20-25 минут с момента закипания все у меня банки про стерилизовались я уже их закрыла горячо такая вот красота получилась смотрите сок все банки такие красивые вкуснючие пойду теперь убирать так теперь мы с вами как обычно переворачиваем укутываем и оставляем тогда полного остывания потом уже можно кушать вам чтобы они еще вот дошли встретимся следующих рецептах